Медиа-клуб Агентство «Диджитализм» Затем к нам присоединился Александр Ганюшин Преподаватель кафедры массового коммуникации Новых медиа Преподаватель новых медиа в МГУ А также Федор Вяземский, журналист Специалист по социал-медиа Предоставляю слово куратору сегодняшней дискуссии Юрия Касина, культурологу и хозяина клуба Я в свою очередь хочу представить Екатерину Касину Она журналист, модератор и хозяйка клуба Также хочу поблагодарить дизайн-завод «Флакон» Его коммуникационную группу За помощь в организации нашего клуба сегодня И, наверное, стоит начать с истории С того, как все это мы решили сделать В какой-то момент я и мои друзья Пиарщики, журналисты, просто работники Каких-то креативных индустрий Решили, что в Москве не хватает Как бы таких локальных местных дискуссий Общения на какие-то заранее заданные темы Вот, потому что достаточно много Действительно интеллектуальных людей Их интересует очень много вопросов И не всегда можно найти каких-то профессионалов Собеседников к каким-то интересующим тебя темам Чтобы действительно было интересно пообщаться Больше всего под этот формат Подходят литературные салоны 19 века Когда люди просто, ну, собирались И являлись собой центром Центром выработки мнений такой Вот, я думаю, что сегодня все достаточно сильные Серьезные профессионалы собрались Катя не сказала про Ивана Иван не просто диджитализм агентства Это диджитал агентство Оно занимается социал медиа Поэтому я думаю, что Иван нам много про это расскажет Надеюсь, что результатом работы нашего клуба Как там мы снимем 5-6 таких дискуссий Будет появление новых медиа Иван, ты вот работаешь в диджитал агентстве Какое ты думаешь вообще отличие у современных СМИ Я имею в виду new media От классических, там, я не знаю, BBC Какой-нибудь коммерсант, ведомости Все, что хочешь Вот какое ты думаешь отличие? Хороший вопрос Наверное, это в первую очередь зависит от определения нового медиа Потому что для того, чтобы понять разницу Нужно понимать, чем является одно, чем является другое Ну то есть традиционно новые медиа В том понимании, которое, по крайней мере, там есть у рекламодателей И у крупных компаний Это медиа, которые в том числе создаются при участии непрофессиональных журналистов И при участии открытых площадок То есть open source ресурсов Или ресурсов, которые подразумевают возможность какой-то коллаборативной работы Юр, вон вариант есть у из зала Давайте дадим слово Давайте Надо просто разделить новые медиа И платформу, на которой мы эти новые медиа делаем То есть Facebook сам по себе, может быть, и не является новым медиом Но его можно использовать как платформа для создания новых медиа То же самое с контактом Интернет сам по себе является платформой Надо просто разделять и понимание того, о чем говорим, упроститься Я на самом деле хочу внести некий такой МС в наше обсуждение Но определенно чувствуется И, в общем, я понимаю, что люди не отдают себе отчет В разнице между новыми медиа, социальными сетями, блогами и так далее Вот, и если мы говорим о... Ну, то есть, так, тезисно, да В Facebook, ВКонтакте, Twitter – это ни в коем случае Ну, или в меньшей степени новые медиа Потому что это социальные сети Это люди, то есть это сети, где люди общаются друг с другом Ну, в крайнем случае, какой-то человек становится авторитетным Авторитетной персоной И, в общем, может вещать на тысячу людей Вот То, что касается новых медиа То, ну, здесь достаточно... С одной стороны, все просто Потому что есть живой журнал Куда можно написать очень большой подобной статье текст И, в общем, ну, получить на него там какой-то отзыв Или не получить на него отзыв Ну, то есть, живой журнал и подобные, да Там, блокпост площадки Они, ну, более приближены по формату, скажем так К классическим медиа И, ну, в формате этих площадок Человек в большей степени может чувствовать себя автором Вот Александра, я вижу, улыбаюсь Я чувствую, ему есть что по этому поводу сказать Пустите меня, пустите Давайте Значит, вообще, в принципе, тема очень скользкая Поскольку я с точки зрения академической науки с ней сталкиваюсь Тема формируется в данный момент То есть, сейчас существует куча всевозможных гипотез Но я бы вам рекомендовал Есть отличный учебник, который называется Не Media Critical Introduction Можно найти в интернете, в PDF Мартин Листер, автор и еще там авторский коллектив Это американские ученые В 99-м году первая вышла версия И сейчас в 2009-м второе издание Они выделяют пять основных признаков новых медиа Значит, если говорить о том В какой момент начались новые медиа Когда были старые, старые медиа Потом раз, вдруг новые появились Значит, Листер утверждает, что такого момента не было в истории Хотя, в принципе, если исходить из Вот этих признаков пяти Первый признак – это дигитальность Дигитальность, когда появился компьютер Это такое как бы расширение Если, да, это всевозможные медиа По Маклюину – это расширение человека Ну, допустим, там, не знаю, фотоаппарат Это расширение глаза А автомобиль – это расширение, соответственно, конечностей Которые помогают передвигаться То компьютер – это расширение мозга То есть это вот такая машина, которая помогает думать Обрабатывать информацию Ну, в принципе, начало новых медиа Это 46-й год и не акт Первый компьютер, который был еще аналогом Ну вот, и вот свойство дигитальности Это фундаментальное свойство новых медиа То есть ты говорил пять признаков Дигитальность Да, вот, собственно, дальше Следующий признак – гипертекстуальность Давайте тогда просто перечислюсь А потом немножко помолчу И дам кому-нибудь еще слово Потому что это долгая история, в принципе Но гипертекстуальность, виртуальность, интерактивность и сетевая структура Вот интерактивность и сетевая структура Сетевая структура, пожалуй, важнее Потому что все предыдущие века, когда медиа развивались Это были так называемые вертикально интегрированные медиа То есть сверху вам говорили, типа, голосу или проиграешь Вышли и голосовали А с развитием компьютерных сетей Коммуникация стала интерактивной и двусторонней И вот эта вертикальная структура Циркуляция информации сверху вниз, односторонняя Она стала постепенно нарушаться И, точнее, заменяться на сетевую структуру То есть ты хочешь сказать, что, например, BBC Сайт BBC.com, который, по сути, является классическим медиа Он дигитальный, он гипертекстуальный, этот сайт Он виртуальный, он интерактивный очень часто У них запросто может быть какой-то там бложек Исправа еще что-нибудь И, в принципе, это часть сетевой культуры Но мне вот почему-то как-то так кажется Я вот на Настю смотрю Потому что вот этот сайт, он не является новым медиа Я не думаю, что сайт BBC, сайт BBC.com не относится к новым медиа Может быть, тут давлеет просто то, что BBC это такое вот Такое что-то, что было практически всегда И оно не может, с ним не может существовать определение новое Но в целом для меня, как для потребителя Все, что в интернете интерактивно И все, что имеет какую-то очень частую обновляемость Оно все вот как-то относится к этому Ну, в некотором смысле нужно посмотреть на запад Когда говорим о новых медиа В основном, в первую очередь Потому что все-таки компьютер там появился Генератор, по крайней мере, тот механизм Который стал превращать старые медиа в новые медиа И в качестве такого инновационного Самого громкого, успешного стартапа Сейчас принято называть Huffington Post Газету, состоящую, такой интернет-газета Которая состоит из блогов авторов То есть Huffington Post Есть такая Ариана Huffington Собственно, женщина, которая это сидела, придумала И она за последние два года капитализировала вот этот свой ресурс Сейчас он стоит около 30 миллионов долларов А был, собственно, 35 За 35 миллионов долларов? За последним данным 35 Ну, короче, он растет в цене На платформе интернета На платформе некого агрегатора контента блогового Создается площадка И дальше задача редактора Найти достоверных таких вэлиэбл людей Нормальных, качественных авторов Которые будут писать по своим темам И такой основной прикол уже для потребителя Газеты Huffington Post То, что ты сам рубрикуешь это Это была идея такая Еще давным-давно у Николаса Негропонта Он придумал, что будет В 88-м году придумал газету Которая будет называться Daily Me Которая будет ежедневный я Которая будет подстраиваться под своего читателя Ну, вот, в принципе, Huffington Post Это и есть Daily Me Потому что можете для различных устройств Их оптимизировать, ее внешний вид И, соответственно, оптимизировать контент Вот Но у нас есть что-то похожее Топ-ньюс и так далее Вот для меня того, что является новым медием Это медием, выросшей из персональной точки зрения одного человека При том, что там Та же самая Ариана Она профессиональный журналист Которая работала там очень много Где она пыталась стать конгрессменом от одного из штатов в Америке Решила создать свою медиаплощадку И, там, будучи журналистом Она могла какие-то материалы писать сама И быть редактором И, соответственно, у нее был пул людей Профессионалов в журналистике Которые со временем стали контрибьюторами этой площадки И очень быстро, там, буквально, там, за Мне кажется, за три года Хаффингтон-Пост стал, там, одним из самых... То есть для тебя это такой пример, да, качественного, нового медиа? Ну, как бы для меня это пример нового медиа Потому что, как бы, если говорить про минусы традиционных медиа То, что они, там, окей, там, дни, недели уходят на их обновление Я с этим не согласен Потому что, окей, газеты ведомости уходят каждый день У газеты ведомости есть отличная онлайн-версия Которая обновляется еще чаще У газеты ведомости есть страница на Фейсбуке При этом, как бы, ничто из этого не делает газету ведомости Менее традиционно медиа Есть мое наблюдение Достаточно парадоксальное Я не знаю, может быть, его никто не разделяет Но самые читаемые блогеры Или, там, владельцы каких-то личных аккаунтов Это люди, которые занимаются либо журналистикой Прям, ну, в общем, пишут или, там, снимают Или что-то в этом роде Либо в околожурналистской среде Либо фотографы Либо фанатик Либо фотографы Ну, либо фотографы, да Но люди, которые... Крупные бизнесмены Тем не менее, занимаются этим более-менее профессионально Потому что, ну, вот, честно скажу Как обывателю, мне не очень интересно будет читать Неправильное построение фраз Какие-то нелогическое построение предложений Плохая композиция Или что-то в этом роде От человека, который создает информационный материал Все-таки, тем не менее, требуется Либо на профессиональном уровне Либо на интуитивном уровне Навыки, которые помогают ему Создать, ну, грамотный текст Грамотное послание Мне кажется, Федор, все будут голосовать Понимаешь? Если ты плохо пишешь Окей, ты в самом низу рейтинга И все Мне кажется, да Вот, не хватает локальности Когда я захожу на Ньюс Вайн Или, я не знаю, вот Как ты говоришь, Хаффингтон Хаффингтон, да Окей, ребят, но почему столько новостей Которых меня не интересует? Это раз Два, очень много личного мнения Для меня социальные медиа Даже вот площадка Это когда какая-то происходит коллаборация Какой-то диалог Ну, по первому, кстати говоря, пункту То, что нам не интересны Какие-то глобальные новости Нас интересуют локальные Сейчас одно из таких мощных движений Которое в поле зрения Медиатусовки западной Это называется Hyperlocal Media Гиперлокальные медиа Это вот такие вот Медиа кампусов Там, не знаю, деревень Маленьких каких-то и так далее Ну, есть вообще микромедиа Просто у нас как-то Может быть, потому что мы в большом городе А может быть, потому что мы Может быть, потому что мы Немножечко отстаем Вот эти гиперлокальные медиа Пока что еще не так сильно развиты Но вот это вот, в принципе Можем сегодня попробовать зачать Где-нибудь здесь Гиперлокальные медиафлаконы Настя, а вот ты как бы Ты здесь работаешь на флаконе, да Реально было бы интересно Как ты думаешь людям Здесь вот креативный кластер, да Иметь свое какое-то здесь Социальные вокальные медиа Я буквально вчера шла домой Возвращалась с работы И думала об этом Проходя вдоль стены флакона Что, блин, нас уже так много А мы на самом деле Далеко не все друг друга знаем И порой к нам заходят в студию И спрашивают Так, где у вас тот и тот? Мы говорим Простите, а что это? То есть мы даже не знаем Что здесь находится И отчасти, конечно, какое-то такое СМИ Может быть даже традиционная какая-то листовка Да, например, как это делает лавка Это могло бы тоже быть интересным Ну, понимаете, вопрос же в том, что Я могу и сделать это, да Это может быть моя инициатива Но если не будет на нее спроса То тогда, ну, зачем это? Для того, чтобы появился спрос Должна созреть аудитория для этого Ну, не всегда Иногда надо создавать Кто-то должен пинок дать Нужды провоцировать Ну, как бы есть потребность Продукт можно под эту потребность Это говорит маркетолог Да, ну, как бы есть прекрасные категории О которых никто не думал Таким, как Средства против накипи в стиральной машине Пока не создали это средство По сути, никто не думал, что там есть накипь Там есть накипь И мне надо с ней бороться Как только мне сказали, что там есть накипь Я стал с ней сразу бороться И вот есть прекрасные средства Давайте, знаете, все-таки вернемся К идее создания газеты «Флакон» условно Да? По его блестка Мы дошли до вопроса мотивации Почему люди будут Ну, давайте Почему они будут писать туда? Потому что, как бы, вот в этих социальных медиа Они потому и социальные Потому что там мотивации И механизмы, которые заставляют людей Писать и читать эту информацию Создавать ее и потреблять Они, скажем так, инициируются Не деньгами, не какими-то материальными ценностями А это, ну, можно выразить там, не знаю Социальное уважение, да, респект и так далее То есть я, со своей стороны, могу добавить Как сделать для того, чтобы появилась аудитория То есть аудитория будет появляться там у локального медиа Или, окей, там у бренда То, о чем проще говорить Если его там социальный профайл Если его owned media По сути будет нести потребителям какую-то ценность А есть какие-то технические способы? Потому что это обычный журналистский трюк То, что ты сказала Я же чувствую себя просто обязанной создать эту страницу, если честно Эту газету Технические трюки можно вешать в фотографии котят и маленьких детей Ну да, но если мы говорим о котенке Котенок это универсальная такая ценность То есть, о, котенок А мы пишем в нашей газете О конкретном котенке, который завелся на флаконе Допустим, подбросили котят И вот мы пишем котят Это, с одной стороны, это интересно для гиперлокальной аудитории И, с другой стороны, это может привлечь и большую аудиторию тоже Потому что все любят и хотят Как я вот сейчас вижу Что в настолько стандартизированные форматы Невозможно никому ничего изменить Вот в этом формате И хорошо, когда, да, там есть комментарий Когда комментарий не вторичен А даже, может быть, первичен сообщению начальному Если текст, возможно, будет менять постоянно То, в общем, ну это не... Это очень странная ситуация Потому что, в общем, тот, грубо говоря, человек Который сообщение создал Он является его автором И вряд ли человек, даже тот, который не умеет писать Будет за изменения в своем собственном тексте Но это уже такой вопрос про там авторское право и так далее Мою статью в Википедии раз шесть меняли Там от нее очень мало осталось Я только за, на самом деле, вот здесь Ну вот я не думаю, что твое мнение разделят многие И, собственно, я как человек, там, создающий тексты Не всегда приветствую редактуру даже моего, там, собственного редактора Потому что есть какие-то личностные вещи, которые убираются И это вторжение немножко в личное пространство Которое, я думаю, не всем комфортно Настя хотела дать комментарий По поводу путей развития новых медиа Мы так немножко потеортизировали на эту тему А я подумала немножко об этом с точки зрения практики Что на самом деле пути-то два Это бизнес-путь, либо вот этот путь инициативный Когда ты создаешь медиа Либо для того, чтобы зарабатывать на этом деньги И тогда ты повязан в какой-то степени и на политике То есть это немножко такая традиционная история На рекламодателях Потому что за распространение ты практически ничего не получаешь Только тратишь А если говорить вот об этой медиа-инициативе То тут тоже встает вопрос Во-первых, она должна не иссякнуть Потому что все-таки медиа, оно, как бы, ну, не раз ты его создал И все, ты там, да, вот, он есть, этот медиа-продукт А это все-таки какая-то периодичность подразумевается И это должно стать твоим делом, наверное, в какой-то степени Я вот скорее не вижу такого прямо уж будущего В том, что вы называете новым медиа Только площадку, на которой каждый имеет право высказываться Пусть даже на одну тему Я все-таки считаю, что это, ну, в моей картине мира Это что-то, что имеет какую-то логику И какое-то управление, какую-то все-таки редактуру Потому что это должен быть профессиональный продукт И как раз-таки вот этот большой минус, который я вижу Вот в этих вот всех вот отседятинах В хорошем даже иногда смысле В том, что размываются, да хрен с ними жанрами Они уже давно размыты Но в принципе размывается журналистика И, ну, как бы, получается действительно просто вот я И я хочу закончить просто про эту медиа-инициативу Что, если мы даже говорим о том, что там Ты популярен, и за тебя там ставят лайки, да То ты все равно в какой-то момент становишься пленником своих же читателей И потому что что-то, что тебе кажется безумно интересным Они скажут, это говно, мы тебя читать больше не будем И все разбивается вот на какие-то такие очень простые вещи Типа полтора часа и не больше хорошей дискуссии получилось Очень много консистентных вещей я услышал Спасибо вам, ребят Если кому-то есть что-то добавить Вот, да, я бы добавил на самом деле Что-нибудь, если бы кто-нибудь что-то сказал Вообще вот такое итоговое, да, было бы клево Я уже подытожила Ну, я бы сказал, что вот когда Хорошо, когда происходят такие дискуссии, да Но вот сидя рядом с теоретиком Я понимаю, что, конечно Нужно подводить это под какие-то Ну вот там учебники или Что-то в этом роде Чтобы люди понимали Как это делается И что с этим есть и так далее Потому что вот, ну, на данный момент, так как это процесс идет только в формировании Тем более в России Многие не понимают, что это такое путаницы в понятиях и так далее Вот, поэтому вот супер, чтобы все это было подведено под какую-то теоретическую базу Ну, тогда можно более предметно говорить, да Потому что сейчас кто куда там Вань, скажи ты теперь Звучали какие-то идеи про то, что Новые медиа закончатся тогда, когда там Туда придет бизнес, когда они станут Создаваться ради рекламодателей То есть мне кажется, что это неправильно Потому что в первую очередь Как бы рекламодатели точно так же меняются И рекламодателям сейчас неинтересны Медиа, которые пишут Исключительно Ну, как бы то, что Они хотят Потенциально видеть То есть все уже понимают то, что Надо идти за аудиторией, надо, чтобы Не навязывать что-то аудитории, а надо слышать аудиторию Стараться максимально Там Хорошо с ней работать Слушай ее потребности И соответственно Все крупные и там умные рекламодатели Идут в те медиа, которые умеют так Именно работать с аудиторией Соответственно Не надо бояться Этих денег То есть если вы будете делать Если медиа, новые медиа будут делать свою работу Хорошо, то Все их увидят, сами придут И сами попросят придумать Такой формат интеграции Чтоб, не дай бог, я не показался Некрасивым рекламным баннером Который будет висеть и всех раздражать Поэтому В этом нет проблем Мне кажется, наоборот Новые медиа Это огромная opportunity Для суперпрофессиональных журналистов Профессиональных и талантливых людей Очень эффективно работать И монетизировать в том числе Свои возможности Свои таланты, свои знания Мне кажется, что на самом деле Мы еще вот такой Не учли момент В принципе того, как будет развиваться история Потому что сейчас мы в принципе В какой-то такой В таком болоте немножко находимся У нас появилось время Обо всем этом поговорить По мотивам Афиши Которая рассказывает о том Как русские медиа Появлялись В не самые простые для России Времена Как раз Благодаря этим непростым временам Во многом Еще никто не знает Что нас ждет И как на это отреагирует рынок Какими продуктами И каким развитием новых медиа И еще такой момент Что на самом деле Настоящие новых медиа Начнется, когда В профессию придут люди Не державшие никогда в руках Газет, журналов Не смотревшие вот этот вот Телек, который вот Еще доживает советские времена А люди, которые Распотребляли информацию Только там из гаджетов Из интернета Уже с абсолютно другого носителя И вот тогда можно будет Серьезно говорить О каком-то вот Действительно Действительно Каких-то новых Должно пройти 40 лет Библейских, да? Да, слушайте Скорее всего Нам Скорее всего Путь Заказан в новые медиа Давайте Александру Мы конченые поколения Я смотрел флидер Саша Обобщи Скажи что-нибудь Слушайте, ну хорошо Да, вот для того Чтобы обобщить Есть такое понятие Которое используется Для Скажем так Резюмирования Разговоров О новых медиа Есть понятие Эфорденс Эфорденс Это вот как раз Это те же самые Возможности Возможности Эфорденс Ну Эту эфор Позволить Вот Собственно Вот это вот Возможности Которые дают Новые медиа Это возможность Для реализации Самых смелых вещей Которые вы придумали Для развития Того Что вы уже сейчас Делаете То есть Это вот такая Некая рука Которая протянута Нам из будущего И вот Собственно Наша задача Если мы хотим Схватиться за нее И она нас вытащит Так что вот Эфорденс Ну вот так Наверное То есть Нужно с вами Проявлять инициативу А остальное Все Уже за вас Делали практически Новые медиа Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин